Аппаратное совещание В связи с этим глава области упомянул, что цифровизация экономики станет одной из важнейших задач регионального развития. Будут созданы рабочие группы в каждой отрасли с участием глав муниципальных образований. Они займутся подготовкой к решению этого вопроса. Также губернатор поручил до конца месяца провести анализ формирования инвестиционно-предпринимательского климата. Кроме того, Сергей Морозов дал старт конкурсу региональные лидеры, победители которого войдут в кадровый резерв области. Задачи подготовки управленческих команд будут находиться под особым контролем правительства. Следующим вопросом были подведены итоги прошедшего на прошлой неделе Международного форума России «Спортивная держава». В рамках форума было подписано 15 соглашений, в том числе 3 соглашения были подписаны в Ульяновской области. Они касались развития футбола, развития движения болельщиков Russia United, которые сегодня формируются в Российской Федерации и поддерживают наших спортсменов. А также касались заключения инвестиционных соглашений. В рамках форума достигнута договоренность, в том числе и о строительстве новых объектов инфраструктуры «Спорт». Губернатор отметил, что также нужно более активно использовать построенные спортивные комплексы, особенно находящиеся в районах. В них должны проходить спортивные фестивали и соревнования. Следующий вопрос касался развития агропромышленного комплекса. На его поддержку в следующем году планируется направить почти 2 миллиарда рублей. Получит повышение руководителя аграрной отрасли. Коллеги из ЗАГС собрания внесли предложение о повышении статуса Михаила Владимировича Семенкина. Я поэтому, пользуясь случаем, Наталья Владимировича прошу и Александра Александровича прошу поработать с вопросом и внести соответствующие нормативные права в акт о том, что Семенкин Николаевич должен называться министром правительственных территорий и агропромышленного комплекса ТРЭФ, заместитель председателя правительства. Область готовится к рассмотрению бюджета на следующий год. Параллельно подводятся итоги 9 месяцев 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в казну поступило почти на 4 миллиарда рублей больше. Вот в связи с такими хорошими показателями, показателями по динамике, мы повысили свою позицию и с 5-го места мы перешли на 3-е место в ПФО. Впереди нас единственное, значит, Машкортостан и Оренбургская область. То есть мы занимаем 3-е место. Губернатор отметил, что в следующем году уменьшения финансирования муниципальных образований не будет. Однако требования к своему финансированию программ будут более жесткие. На финише находится вступление Ульяновской области в топительный сезон. Тепло до сих пор не поступает в 5 домов, 9 учреждений культуры и Измайловское отделение Барышевской центральной районной больницы. На этой неделе все проблемы обещают решить. Таким образом, общая готовность к приему тепла и, соответственно, отшелён к приему тепла на 29,9% объектов. В заключении аппаратного совещания подведены итоги инвентаризации зелёных насаждений в области, которое проводилось первые две недели октября. По её результатам было выявлено 5,5 тысяч аварийных деревьев. Большую часть из них необходимо снести, остальные обрезать. Город Ульяновск уже приступил к этой работе, и Ульяновский район также приступил к этой работе. На эту процедуру, согласно распоряжению, отводится период с ноября текущего года по варь 2019. Одновременно высаживаются новые зелёные насаждения. Сейчас в основном это кустарники. Главный же период посадки деревьев придётся на апрель-май следующего года. Причём саженцы будут поступать не только из областных питомников, но также из других регионов. Егор Тстов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.